здравствуйте приветствую вас на канале мой сад как и обещала делаю обзор своих растений часть 2 комнатных вот так переживает у меня многолетние растения кашпо и с ноткой зеленчуковая эту зиму здесь у меня стоят гибискусы да вид их не очень но тем не менее набирают набирают бутоны и даже цветут вот что-то тут повяло где-то тут углы под замерзнуть гибискус они не любят похолодание плюс 10 для них это уже плохо какие-то более жесткими листьями вот хорошо переживать и тем не менее набирают бутон что не стоит на восточной стороне а утренние лучи солнца даже короткосрочные они очень важны для растений желтый вот я не убираю бутоны не хочется их убирать хочется вот на них радоваться что действительно какие-то набирают какие-то заканчивают но при вот такой прохладном содержании здесь ну да плюс 10 у них здесь они на чердаке у меня тут находится на мансарде и они если цветок распустился то он держится более трех суток рядом тут сайт бегонии какие-то уже не подтянулись совсем чувствую себя хорошо какие-то начали тянуться вот такая бегония махровая белая вот тоже еще одна это подтянулась ничего скоро будем обрезать там пелек вот такой красавчик вот такой вот отвалился цветочек снимала он то начинает набирать бутоны то опять заканчивает набор бутонов сейчас вот были темные дни стояли у нас на новый год потому что было тепло и шел снег вот поэтому цветение своему прекратила но только сейчас солнышко даст больше света и опять пойдет в набор бутонов вот еще подтянулась отцветает то вечно цветущие махровые мелко цветущие бегонии кто со мной на канале давно знает что бегониями я не увлекалась ну как-то пыталась их выращивать из семян но как-то все с ними было очень как-то плачевно у меня но теперь опять по-новому познаю мир бегонии вот соленья yellow посмотрите как она меня радует вот цветет и набирает еще бутончики и минимальном внимании бегонии мне кажется это вообще растение для очень занятых людей когда она вот благодарит полив редкий торф массив без питания спросите за освещение вот так вот вот так вот а это у нас эти горка розовая pink чтобы бегонии теперь у меня новое увлечение это были компанулы фокси вот пришли не беску сейчас пришли мы как-то бегонии новшество новое венье на четвертом году уже несколько лет это началось движение в сторону выращивание комнатных бегоний ну и на улице не жаркую погоду прекрасно переносит засуху вот и отсутствие солнца поэтому будем их выращивать нашим саду ну вот клен вам хотела показать свой обутилон вот так вот оранжевые колокольчики на так здесь у меня уже западное окно ну вот вот он набирает набирает что он стоял под лампами большое дерево что стоит вот здесь на западном окне но не цветет но хотя бутоны видите вот тоже начали появляться пересадку пока никакой или не произвожу же у меня был печальный опыт пересаживать на новый год середине зимы ни к чему хорошему не приводит так что ждем марта нет марта начало апреля самое время для пересадки кому не терпится с конца февраля можете начинать солнечный день уже пошел на увеличение просили показать мне свою бугенвили ну вот посмотрите но вот так частично она у меня облетела вот так так что и у меня есть растения которые сбрасывают листву на зиму ничего сейчас только засветит солнышко поярче она начнет набирать не только лесу но и бутоны сразу прищипывайте формируете чтобы у вас прям вот так вот много-много веточек сформировалась хороший пустик был вот лавровый лист на фоне елки елка у нас стоит на втором этаже вот здесь прекрасная красавица от одной зелени к другой так пытаясь показать лавровый лист вот такой у меня большой большущий стал даже какая-то веточка тут новая проснулась пошла в рост вот как-то показать вам это все красоту это невозможно нереально надо видеть своими глазами трозисканцы так под выкидывалась зебрина вообще на очень-очень компактная летом вы ее видели так что тоже буду скоро черенковать формировать вот но тем не менее даже вот этот холод здесь наверно возле окна бывает и плюс 5 она выдержала еще одно растение которое тоже требует черенкования вот она не цветет вообще на цветет еще ромашечками такими красивыми некими фиолетовыми такое название не дело сперма вот ну вообще замечательно подходит как комнатное ампельное растение вообще на почвопрокровное говорили многолетние но я не думаю что у нас может зазимовать вот так красиво она выглядит как суккулент растет очень быстро похоже что-то на крестовник роуле у тут у нас медленно-медленно шариками это вот такими полосочками тверденькими листочками как у суккулентов мясистыми но при этом растет быстро образует вот такой каскад не спадающих плитей гвоздико ампельное место под лампами фуксии тоже частично под лампой есть вот такие декабристые и хризантемки компанулки много чего такого ценного стоит конечно под лампами чтобы не дай бог не потерять этот сорт вот такой это замок красавчик кактус который не кольца обожаю кактус который вообще не колется здесь есть и колиус вот один у меня такой выжил такой пестрой расцветочкой колес сказала не буду сохранять но этот решил оставить его для миксов зеленью я видела очень красиво в центре города у нас смотрится окоемка с кохи и вот с таким вот такой расцветкой колеус рабатка вдоль здания было уж хочу и здесь он там видите коллизия вот это у меня не плоды не махровая вот кто вот вообще плохо плохо у меня очень много погибло теплодений я думаю уже не мой сток из коллекции она все-таки их уберу размножается тяжело сохраняется тяжело но цветет у нас сибири я не скажу что ах как вот так вот такой еще семейка кактусов но это один кактус такой он небольшой маленький и он корится но не так сильно некоторые бывают что оставляет прям вот эти вот занозы в руках пальцев здесь еще под лампами есть бегония там есть такие вот пеларгошки самые ценные сорта красандрочка там есть вот так она себя тут чувствует красавица пеларгонии остальные ну вот в таком виде подтянутом бегонии не на полочку тут их поставила тоже вот так вот ну перестали желтеть подтянулись где-то под засохли мята здесь еще у меня ну все в таком виде не совсем презентабельном каком есть а это тема следующего видео депутативная петуния которая уже начала черенковать покажу попозже ну и вот такой пахистахис напоследок может что-то я еще вам не показала еще в таком сумбуре свечку свою зажег одно единственное но ничего весной будут гореть свечи на нем с десяток я желаю вам всего самого наилучшего до встречи на канале мой сад